Так она училась замечательно, она ведь не только продюсер, она еще и искусствовед, ведь в этом институте что хорошо в ГИТИСе, то что воспитывает образованных людей, они хотя бы книжки читают. А в ГИТИ книжки не читают. Вот мне кажется, что когда приходят ко мне абитуриенты и на вопрос, кто воевал на страницах романа «Войны и мира», значит, одну сторону они, конечно, как-то быстро определяли, что это все-таки Россия, события происходят в России и так далее. Ну а кто напал на страну тогда, спрашиваю я, они смело говорили «Немцы». Ну конечно, конечно, если на палец, но где-то они правы, потому что немцами называли всех немых, кто немцы, кто по-русски не разговаривает, башурмане. Могли быть французами, да? Да, поэтому думаю, что... Ну вам же, по-моему, в одном из ваших интервью что-то и насчет Пушкина, мне кажется, ваша какая-то студентка что-то не могла назвать. Из-за чего погиб Пушкин, по-моему, вы рассказывали. Да? Да, в одном из интервью был. То есть, перл было много, всех их не упоминут. Что Пушкин погиб в нищете. Да, это было. Что Пушкин погиб... Нет, как погиб Пушкин. Как погиб в нищете. Она смело сказала «в нищете». Ну, где-то отчасти тоже, в общем-то... Ну, как жалкий коммергирник, конечно, они... Он же у них... Я олигарх ни разу, да. Как богатый человек на мойке в нищете. Да-да, я помню, помню, я читал вот это в интервью. Студентка додумалась до того, что назвала... И, как раз, спросила, кто же... Какой театр был основан великими Константином Сергеевичем, Станиславским и Немировичем Данченко. А без перехода, без всяких... Без теней сомнений она сказала, ну, как какой. А перед-то. Мы еще спрашиваем. Ну, а как вы с этим вот... Вас это вызывает раздражение? Или вас вызывает вот это вот просто... Ну, меня это расстраивает. Расстраивает, да? Расстраивает, да? Дело не то, что яблоки были слаще, и мы были другими. Но мы действительно приходили в театральный институт, уже что-то прочитав. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.